Здравствуйте, дорогие друзья! Среди вопросов, полученных мною, один из них звучит очень интригующе. Как я понимаю здоровье? Вот так вот. Ни много, ни мало. Что я под этим понимаю? Но вопрос, конечно, очень немаленький, а очень даже, я бы сказала, большой. Потому как здоровье, это же очень широкое понятие. Это же не только здоровье физического тела. Это и здоровье психическое, это здоровье эмоциональное, это здоровье в семье, это здоровье в обществе. Поэтому, конечно, можно очень сильно заостриться и каждый из этих компонентов очень подробно рассматривать. Но я бы сказала, прежде всего, что человеку хорошо, он себя хорошо чувствует, он чувствует себя здоровым, когда у него все сбалансировано, когда он эмоционально спокоен, когда его не беспокоит его физическое тело и когда у него хорошо в семье, когда у него хорошо на работе, когда у него хорошо в обществе. Я бы так определила это все широко. Теперь, если немножко углубиться, чуть-чуть, то, безусловно, каждый из этих компонентов нуждается в более пристальном внимании и нуждается в совершении некоторых действий по улучшению каждого из этих отдельных компонентов. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, для того, чтобы иметь здоровое тело, нужно на этом фокусироваться. Нужно на этом фокусироваться. И разные люди ставят это себе разным приоритетом. И, честно говоря, я не из тех людей, которые сильно любят фокусироваться на теле. Мне больше интересно фокусироваться на душе. Но, к сожалению, приходится. И, в общем, жизнь заставляет. И с возрастом, чем дольше мы живем, тем больше заставляет. Поэтому приходится следить, приходится использовать биологически активные добавки, приходится готовить специальную еду, приходится не есть того, чего хочется есть. Вот. Все это не так просто. Но какие-то усилия мы в этом направлении предпринимаем. Вот сейчас из последних наших попыток, да, какой-то диеты или, я бы даже сказала, это не диета, неправильно. Это изменение образа жизни. Я за то, чтобы не сидеть на диетах, потому что после диет обязательно люди набирают лишний вес. И, в общем, это все очень нехорошо. Нужно найти некоторый разумный баланс, на котором в этом разумном балансе можно жить. И не обязательно в этом рационе не будут присутствовать вредные вещи. Важно, чтобы это все было более-менее сбалансировано, и чтобы человеку хотелось есть, потому что отсутствие желания есть, это тоже не очень хорошо. Это скучно, грустно, портится настроение, люди становятся, опять же, небалансированными, злыми и так далее. Что касается физических нагрузок, мы, конечно, конечно, сильно не дорабатываем. С самого детства никогда я не любила, когда меня водили на всякие секции спортивные. Не любила всего этого. И сейчас не люблю. Но понимаю, что надо, поэтому хотя бы мы стараемся гулять немножко, прохаживаться. Ну вот Михаил попутно снимает какие-то свои видео. В основном происходит на даче, потому что здесь особо времени нет. Рабочий день заканчивается поздно слишком гулять. Ну вот таким образом. Что интересно, если говорить о ментальной составляющей здоровья, то если раньше люди говорили, ну хорошо известная греческая пословица «в здоровом теле – здоровый дух», то сегодня уже, зная то, что мы знаем сегодня про психику человека, про психологию, уже можно сказать, что в здоровом духе – здоровый тело. И это, на самом деле, очень немаловажное замечание, потому что только человек, когда он эмоционально здоров, не здоров в том смысле, что он психически ненормальный, нет, а в том смысле, когда он ментально себя хорошо чувствует, то у него налаживаются и остальные процессы тоже. И это происходит на уровне биохимии всего организма. И вот это вопрос, который очень серьезный. Дело в том, что трудно нам в сегодняшнем мире, полном стрессов, недобольств друг другом и так далее, сохранить вот это ментальное свое здоровье, сохранить позитив, сохранить хорошее настроение и так далее, и так далее. И для того, чтобы это делать, точно так же, как и при уходе за телом, нужно приложить усилия, точно так же, для того, чтобы иметь хорошее психическое состояние, нужно к этому прикладывать усилия. И психологическая работа над собой, она ничуть не менее затратна, чем физическая работа над своим телом. Люди думают, что вот он сходил в джим, да, ему как бы это легко. Одним это легко, другим нелегко. Но тем, которым легко сходить в джим, они говорят, о, смотри, я поработал, все, а что там сильно заостряться, что там думать сильно. На самом деле, ментальная работа, она, в общем-то, довольно, ой, я проехала, она тоже довольно-таки энергозатратна, и процессы осмысления, они требуют работы, осмысления, сделания выводов и так далее, и тому подобное. Что касается семьи, о, сложный, очень глубокий вопрос. Значит, семья без усилий не создается. Впервые, когда молодые люди встречают друг друга, у них возникает чувство влюбленности, чувство желания близости друг к другу и так далее. К сожалению, если все их отношения только основаны на физической близости, к сожалению, такие отношения, они обречены. Людей должно удерживать нечто большее, чем просто физическая близость, иначе они доедят через какое-то время друг другу, и все. Это должны быть партнерские отношения, это должны быть отношения соучастия, это должны быть отношения понимания. И, кстати, это очень близко связано и с психологической работой, потому что неплохо бы знать своего партнера, что на самом деле далеко не просто. Мы уже в этом году отмечаем 40 лет совместной жизни, и я не могу сказать сейчас, что на 100% я понимаю Михаила, понимая его мотивы, поступки и так далее, и так далее. Это все вопросы довольно непростые, поэтому это требует осмысления, это требует работы, и любой человек, который хочет построить семью, он должен понимать прежде всего, что это работа, работа интеллектуальная, работа мозга, трудолюбие нужно, нужно, как сказать, научить себя думать о том, что ты делаешь. Как бы некоторые люди, они живут, ну так вот они живут и живут, не задумываясь. Как только человек начинает задумываться, это первый шаг к тому, чтобы что-то получилось. Я глубоко убеждена, что как только человек задумывается и делает этот первый шаг, к нему решение приходит. Ко мне очень часто решение приходит во сне, я утром уже знаю решение, если я очень долго думаю на какую-то тему, думаю, 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 ничего не получается, и вдруг утром просыпаешься, опа, и вот нужно делать так. Дети, воспитание детей, огромная тема. Опять же, мы идем через изучение, через познание себя, через изучение наших детей. Дети, они разные, они не такие, как мы, а мы, к сожалению, воспринимаем их через себя, и по-другому мы воспринимать их не можем, потому что мы не можем выйти за пределы себя. Но если мы будем изучать их, да, и понимать, что они разные, то тогда приходят другие методы воспитания. И тогда, наверное, немного легче решить какие-то проблемы. К сожалению, сегодня нет готовых методик. Делай раз, делай два, делай три. И приходится анализировать очень много самому и принимать какие-то ответственные решения по этому поводу. Финансовое здоровье, безусловно, в основе, сегодня в мире не последнюю роль играют финансы. И если нету в семье достаточно финансового достатка, с милым райшашем в шалаше сегодня не очень проходит, потому что жить в шалаше можно, но иметь нормальное психологическое состояние при этом нельзя. Ну, можно, может быть, до какого-то определенного порога. А для того, чтобы на долгий период чувствовать себя комфортно и уверенно, все-таки не в деньгах счастье, но деньги обеспечивают некоторый уровень свободы и некоторый уровень успокоения морального, да. В то же время денег не должно быть слишком много, чтобы человек не подумал, что у него все в ажуре, у него все хорошо, ему вообще никаких телодвижений делать не надо, да. То есть должно быть состояние достаточное для того, чтобы все-таки идти что-то делать и нарабатывать какой-то опыт, и идти получать профессию, и как-то продвигаться. Колоссальное удовлетворение приносит дело, которое ты можешь случайно раскрыть. Вот люди, к сожалению, когда они заканчивают школу, они не знают, чем они хотят заниматься. У них еще не было так много большого выбора путей. Они идут по советам родителей, может быть, если кто-то занимался в каких-то секциях, продолжают. А очень многие люди просто говорят, ну, вот мне родители сказали, я пошел туда, и все. И потом оказывается, что эта работа не приносит им удовлетворения. А какая работа будет им приносить удовлетворение, никто этого не знает. Знают только то, что им не нравится делать. И только методом проб и ошибок они могут нащупать нечто, что, оказывается, будет им приносить удовлетворение. Я уже вдруг начала строить дома на старости лет, не имея ни базового образования в этой области, ничего. Более того, черчение в институте был мой самый нелюбимый предмет. Я закончила институт с единственной тройкой по инженерной графике. Остальные у меня были отличные оценки, там несколько было хорошо. Кто мог предположить, что на старости лет, но сегодня совершенно другие способы черчения, это все компьютерное черчение, которое занимает намного меньше времени, оставляет больше времени на творчество, на созидание, а не на вычерчивание, будет приносить такое колоссальное удовольствие, планирование и так далее. Именно это все связано с черчением, с построением домов. Да, мы начали со здоровья. Так вот, это комплексное понятие, возвращаясь к здоровью, комплексное понятие. И если каждый из этих элементов понимать, что он есть и работать над ним, то я думаю, что в целом это и определит понятие здоровья. Это баланс во всех этих областях. В физическом теле, в психическом теле, в семье, воспитании детей, работе, финансы, общество. К сожалению, мы не в силах менять общество, но мы можем его выбирать. Мы сделали свой выбор и, в общем-то, очень счастливы этим. Другие, кто-то хорошо устроен и не испытывает никаких проблем с тем обществом, из которого мы уехали. И дай бог им здоровья. В общем-то, это все хорошо. Если человек комфортный, это самое главное. И он может быть здоров абсолютно в любом месте и абсолютно в любой стране. Ну, я думаю, что на этом мы такой краткий экскурс на теме здоровья завершим. А до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok